Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дройдер-шоу! Как всегда, самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. Главканал показал! Год еще не успел к концу подойти, а к нам уже стучатся смартфоны-флагманы из 2015-го. В интернете уже блуждают слухи о следующем топовом смартфоне от Sony, который предсказуемо получит название Xperia Z4. Судя по всему, в первом квартале нас ждет смартфон с диагональю 5,2 дюйма с Quad HD разрешением, процессором Snapdragon 805, тремя гигабайтами оперативки. Приятно, что работает смартфон, скорее всего, будет на Android 5.0. В общем, в железе никакого прорыва. Есть ощущение, что в следующем году многие производители столкнутся с такой проблемой, поэтому выделяться гаджеты будут прежде всего за счет дизайна и оригинальных программных фишек. Представить девайс могут чуть ли не в начале января на выставке CES 2015 в Лас-Вегасе. Если так, то ждите от нас свежий видосик оттуда. Мне остается без внимания и следующий флагман от Samsung Galaxy S6. Смартфон, как известно, разрабатывают с чистого листа, и на неделе появилась информация о том, что одновременно с ним представят Galaxy S6 Edge. То есть аппарат с загнутым экраном, аналогичный Galaxy Note Edge, который выпустили этой осенью. Что касается возможных характеристик S6, то здесь все немного интереснее, чем у Sony. Процессор Snapdragon 810 или новая версия собственного Exynos от Samsung, 2K-дисплей, камера производства Sony и три версии встроенной памяти 32, 64 и 128 ГБ. Кстати, память будет выполнена по технологии, позволяющей передавать данные быстрее, чем сейчас. Что касается дизайна, то после запуска металлических смартфонов A5 и A3 можно ждать аналогичного решения и с Galaxy S6. Судя по всему, появление на рынке айфонов с большими экранами сильно осложнило положение корейцев, так что конкуренция за покупателей обострится теперь до максимума. Ну а нам, юзерам, от этого только благодать. На прошедшей неделе игровая индустрия пополнилась пачкой любопытных новостей. Например, в Лас-Вегасе прошла первая церемония вручения премии Game Awards, и надо сказать, победители выдались весьма неожиданными. Игрой года признали ролевуху Dragon Age Inquisition, лучший шутер Far Cry 4, лучшее приключение Middle Earth Shadow of Mordor. А в жанре онлайн первенствует Destiny. В общем, у жюри наблюдается явная тяга к фэнтези. Из мобильных игр порадовало неоднократное упоминание трогательной Valiant Hearts, она и лучший сюжет, и лучший квест. Ну а главным тайтлом для мобильных платформ назван карточный Hearthstone от Blizzard. Куда без него. Но, пожалуй, более любопытными оказались новые ролики грядущих игр, которые показали там же. В частности, публике был представлен сюжетный трейлер Battlefield Hardline, а также состоялся анонс мультиплеера в новый Metal Gear Solid 5. В общем, Next Gen только разгоняется, и уже в начале следующего года нас ждет целая россыпь крутых тайтлов. От игрушек к серьезному американский президент решил увековечить себя в пластике. Совместно со Смитовским институтом была создана цифровая 3D-модель Барака Обамы, которую потом и распечатали. Сама съемка заняла одну секунду. За это время 58 высокоточных камер успели сделать серию фотографий в разных световых условиях. В результате это позволило создать модель очень высокой степени детализации. По завершению сканирования на 3D-принтере распечатали небольшой бюст синего цвета. Впрочем, президент остался доволен. А теперь отличная новость для мобильных геймеров. Одна из самых популярных игр для ПК наконец начала покорять платформу Android. World of Tanks Blitz, специальная мобильная версия популярного симулятора, появилась в Google Play в начале декабря. Схлестнуться в танковом противостоянии с друзьями и не только на iOS можно уже около полугода. Теперь же танки есть на обеих платформах. Более того, игру прокачали до версии 1.5 с новыми моделями боевых машин, британской нации, новой картой и улучшенной графикой. Немаловажным является то, что игра мультиплатформенная. То есть можно собрать команду айфонщиков, команду владельцев андроида и устроить такое нормальное месило. Ну а если вы уже заинтригованы, ждите подробный обзор World of Tanks Blitz у нас на канале совсем скоро. Начнем с музыкальной темы. В этот раз в подборке колонка НЛО под названием The Mars. Сам комплект состоит из эдакой док-станции сабвуфера и левитирующей над ней на высоте 3 сантиметров тарелочек. Создатели утверждают, что за счет этого совершенно не важно на какой поверхности стоит колонка. Звук везде будет одинаково хорош. Но самое приятное то, что летающую часть можно использовать отдельно от саба. По сути это блютуз колонка, которая сделана из алюминия, еще и не боится воды. Батарейки хвастат примерно на 8 часов, а саму колоночку можно использовать как пауэрбанк для зарядки смартфона. Ребята уже собрали начальные средства на сайте IndieGoGo, так что левитирующей колонки быть. Цена по предзаказу составляет 150 долларов за штуку. Извечная проблема, как сделать умные часы, чтобы они были стильные, дорогие и еще и статусные, как например швейцарские. И похоже появилось весьма элегантное решение. Группа стартаперов опять же на IndieGoGo запустили проект умного ремешка для наручных часов. Действительно, зачем менять и так дорогие и красивые часы? Гораздо проще поменять ремешок и убить за раз двух зайцев. Вот вам и статусность и функциональность. Ремешок назвали Kairos T-Band. У него есть сенсорный экран, а также встроенные датчики для отслеживания активности и сердечного ритма. И конечно блютуз для соединения со смартфоном. Разработчики предлагают сразу несколько моделей на выбор. Отличаются они количеством датчиков. Самые навороченные умеют фиксировать уровень сахара в крови и температуру. А также дисплеями. Либо цветные гнутые OLED или простенькие, которые отображают только цифры. Лично мне кажется идея очень интересная. Но деньги на проект, к сожалению, собираются не очень-то активно. Видимо, тем, у кого есть уже дорогие часы, не очень-то нужно, чтобы они поумнели. Еще на прошлой выставке CES в Вегасе был анонсирован весьма необычный девайс, который позволяет собрать из нескольких смартфонов некое подобие планшета. Проект называется NanoPort и компания уже подготовила первый по-настоящему рабочий прототип. Всего принципа работы технологии разработчики пока не сообщают. Видимо, подробности появятся на следующей выставке, где вероятнее всего и представят сам гаджет. На данный момент он представляет собой что-то вроде магнитного бампера для смартфона. И при соединении двух или более девайсов изображение расширяется на несколько экранов. Выглядит, конечно, эффектно, но лично я понять не могу, кому это может реально понадобиться в жизни. Да и по-настоящему актуальным это может стать только если появятся смартфоны с супер тонкой рамочкой вокруг экрана. Последний гаджет на сегодня не совсем по сезону, это говорящий умный мотошлем с андроидом на борту. Такое ощущение, что ребята из Scully Helmet встроили в свою новинку очки Google. Только камеру установили не спереди, а наоборот, на затылке, дабы мотоциклист видел, что происходит сзади. Все изображение выводится на маленький проекционный экранчик. Это может быть маршрут до места, изображение с камеры или входящий звонок. Управление осуществляется голосом, только вместо OK Google надо говорить Scully. В шлем также встроены наушники и можно слушать музыку. Гаджет работает на андроид, а времени жизни с учетом использования GPS хватает на 9 часов. Я думаю, эта новинка пришлась бы по вкусу обладателям двухколесного транспорта. Но пока это всего лишь прототип. И первые реальные тесты начнутся только через несколько месяцев. Не забывайте подписываться на наш канал, а то пропустите какой-нибудь выпуск, а потом будете жалеть. С вами был Валерий Истишев и Борис Единский. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка есть под видео в Фейсбуке. Подписывайтесь в Твиттере. Везде мы вас ждем с нетерпением. И до встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok